Рабочая неделя в администрации района началась по традиции с расширенного планерного совещания. По поручению главы района, совещание провел первый заместитель главы администрации Руслан Емыков. Повестка дня была обширной. Первым вопросом участники совещания рассмотрели санитарно-эпидемиологическую обстановку в муниципалитете. По данной теме, доложил начальник отдела по делам ГО и ЧС Николай Зверев. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией на территории района заболело 5171 человек, выздоровело 4929 человек. На сегодняшнюю дату на лечении находится 126 человек, в том числе амбулаторное лечение проходит 93 человека и 33 человека проходят лечение на стационаре. По населенным пунктам распределения болеющих следующее, значит, в Ауле-Кашутан 31 человек, в Ауле-Бличепсин 18 человек, в поселке Майском 13 человек, в селе Вольном 13 человек. Если брать Дмитриевское сельское поселение, в общем, все 10 населенных пунктов на территории поселения болеют 29 человек. К сожалению, не справились с болезнью и скончались от коронавирусной инфекции на территории района 117 человек. Значит, для сравнения я вам скажу, приведу статистику на 14 февраля этого года. Значит, на эту дату, на месяц назад, на территории района коронавирусной инфекцией болело 678 человек. То есть, за месяц у нас произошло значительное снижение по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На 1 марта было у нас 206 человек, на сегодня, еще раз повторю, 126 человек. То есть, наблюдается процесс уменьшения заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Кашхарского района. В пятницу глава республики подписал указ номер 25 от 11 марта, значит, где этим указом произошли значительные послабления по соблюдению противоковидных мероприятий. Полностью отменены все мероприятия, которые связаны с QR-кодами. Полностью, значит, отменены все рекомендации и предложения по работе предприятий, органов исполнительной власти, федеральных и местного самоуправления. Это по дистанционной работе. Значит, практически отменены все ограничения на проведение массовых мероприятий. Единственное, значит, вот этот указ, которым мы пользуемся уже с 2020 года, это номер 27 от 18 марта об объявлении режима повышенной готовности. Значит, здесь какие ограничения этим указом на сегодняшнюю дату у нас остаются? Это, значит, обеспечение дистанционного дистанцирования не менее одного метра, нахождение, значит, при посещении, я прям зачитаю, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, а также при нахождении в местах массового пребывания людей, защищать себя, органы дыхания, респираторами или масками. То есть масочный режим сохраняется. Кроме того, сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, которые не прошли полный курс вакцинации и страдают определенным рядом хронических заболеваний. Также даются рекомендации по соблюдению, значит, всех мер, которые были разработаны Роспотребнадзором, это, значит, проведению дезинфекции во всех помещениях, которые, значит, используются при трудовом процессе. Николай Зверев также отчитался о подготовке к безаварийному пропуску весенне-летнего паводка на территории Кашхабльского района. Далее выступил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Он проинформировал присутствующих о ходе прививочной кампании на территории района. На сегодняшний день у нас в целом по району пришли вакцинации 16 250 человек, в том числе в ревакцинацию. План у нас на сегодня исполнение 7 7 64, по республике Адельеев 75 и 37. Отмечу, что необходимо продолжить произвестительную работу среди нашего населения о необходимости вакцинации или вакцинации. Пристальное внимание было уделено четвертому вопросу повестки дня, касаемо создания и работе Координационного совета по участию муниципального образования в федеральных и региональных программах. Были засушены предложения ответственных лиц для внесения в график по КПА и показателям. Результат проводимой работы по достижению показателей КПА «Дерево целей», создания 340 рабочих мест в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также регулирование цен на основные категории товаров в торговых объектах района стали следующим предметом обсуждения участников совещания. По данным вопросам выступила заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова. Ею в частности было отмечено, что в ходе мониторинга в некоторых торговых точках на территории района были выявлены случаи необоснованного роста цен на сахар в среднем в два раза. В двух крупных сетевых магазинах райцентра «Магнит» и «Пятерочка» стоимость данной категории не повысилась. С остальными объектами проводится работа по урегулированию цен. Участники планерки рассмотрели и другие вопросы повестки дня, по ним вынесены соответствующие решения.